Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас на урок шитья. Хочу перед тем, как начать урок, сказать несколько слов. Вот у меня уже собралось много вещей, детских вещей, которые ребёнок уже не носит, а девать-то их куда-то надо. И поэтому я хочу открыть небольшую рубрику «Вторая жизнь детских вещей». Это будет прекрасный выход из положения, чтобы не накапливались детские вещи. И особенно для моих Барби, которые будут с удовольствием наряжаться в те наряды, которые я буду шить из детских вещей. Вот у меня сейчас перед вами, вы видите, вот такая юбочка из фатина. Здесь несколько слоёв, четыре слоя. Один слой вот с такими вот звёздочками золотистыми. И три слоя обыкновенных, обыкновенного фатина, однотонного. Здесь это всё собрано на такой вот резиночке. Ну, ребёнок уже не носит. Я уже посмотрела, можно ли это здесь распороть. Теперь я распорю, и из этого всего добра, из этой красоты, я пошлю для двух Барби, вот для этих двух Барби, наряды. Но они будут не одинаковые, они будут разниться, но, по крайней мере, из одной юбочки получится красивый наряд. Итак, я сделала работу. Я отпорола от этой красивой резиночки. Мы её можем потом воспользоваться. Что-нибудь с неё возьмём. Правда, она для Барби нашей будет немножко широковатая. Ну, может быть, и подойдёт. А может быть, для этой юбочки придётся взять другую, более тоненькую резинку. Так. Вот у меня получилась вот такая вот. Она ещё немножко растянулась. Я надеюсь, что из этой части, из этой юбочки, у меня получится их две юбочки. Половину я возьму сейчас в работу, а вторую половину будет уже идти для другой Барби. Здесь швы есть на каждом ярусе. Есть швы. Их можно распороть, а я просто вырежу. Чтобы не порезать лишний раз фатин, я их просто аккуратненько срежу. И у меня будет этой фатина, этого фатина на две красивые юбочки. Аккуратненько можно вырезать. Здесь четыре оборочки, четыре слоя. Аккуратненько срежу. Вот здесь я сэкенсорг, и я делаю пару. Аккуратненько. теперь надо еще раз на сборить одну половину а вторую половину еще раз разрезать и так у меня одна половина юбочки детской юбочки так вот барби теперь нам надо это все вот так вот набрать еще раз желательно чтобы было почти плотненькое к талии я сделала сосборила эту юбочку так и теперь мне надо сюда пришить к талии пояс в начале здесь была вот такая резина но я думаю что она великовата хоть она и такого немножко розового цвета я хочу пришить вот такую вот резину она более мягкая более такая ее чуть меньше чем должна быть она желтенькая ну немножечко она не желтая а золотистая здесь вот капочки тоже золотистая я думаю что это резина подойдет она хорошо очень легко прекрасно растягивается прямо вот так по верху я пришью эту резину так а вот застежка у меня будет вот такая вот к резине я пришью крючочек и петельку итак друзья я пришила поясок такой резиновый пришила крючочек и петельку считайте что юбочка уже готова теперь для того чтобы она была пышненькой я вот так вот сделаю здесь 4 слоя я их немножечко вот так вот подтяну каждый слой чтобы был отдельно еще один слой и вот теперь юбочка будет вот такой пышной я решила не зашивать бока вернее на спинке эти швы не буду делать но так будет не красиво смотреться и без этих швов так теперь будем делать примерку на барби вот барби я подобрала топик вот такой вот на крючочках и так как юбочка у нас вся прозрачная я решила под низ юбочки одеть вот такой вот под нижнюю юбочку нижнюю юбочку под юбник я его часто одеваю я его часто одеваю на своей барби теперь надо расправить нижние слои и вот такой получился наряд вот у нашей барби и снимем резиночку ну вот я использовала детскую юбочку которая уже не носится но не выбрасывать и такую красоту значит я решила сделать рубрику вторую жизнь детским вещам это получается прекрасно теперь сделаю фотосессию а вы друзья если вам понравился мой урок шитья ставьте лайки пишите комментарии как вам понравилась эта идея из выросших детских вещей для кукол сделать прекрасные наряды до свидания и Продолжение следует... Продолжение следует...